я получил компенсационную выплату за перенесенную ковид пневмонию и об этом в этом ролике здравствуйте я боминов григорий вячеславович активист профсоюза действия и наш общероссийский профсоюз начал акцию заплати за ковид я нахожусь в санкт-петербурге работой в 52 поликлинике выборского района на отделении скорой помощи мне платят все выплаты которые положены и губернаторские и путинские и я получил компенсационную выплату за перенесенный ковид пневмонию и страховую выплату за перенесенный ковид пневмонию и вишенка на торте мне только что пересчитали отпускные с учетом всех полученных выплат но в этом ролике речь пойдет конкретно компенсационной выплате за перенесенный ковид пневмонию и за страховую выплату по этому случаю что же надо сделать что конкретно я сделал для того чтобы получить эту выплату и так при выходе на работу с больничного я принес приемного главного врача форму 027 у завизировал там как входящие все и получил выплату это было в начале июня возможно что то сейчас изменилось поэтому специально для вас специально для этого ролика я вчера сел на свой автотранспорт и доехал до своих коллег которые получали выплаты позже чем я возможно что-то изменилось я фельдшер скорой помощи работаю в санкт-петербурге перенесла ковид 19 получила компенсацию до сих пор получаю ну так называемое ковидное за свою работу что для этого сделали чтобы получить компенсацию просто подала заявление глибов вадим борисович фельдшер осмп 52 в санкт-петербурге деполагация вадим борисович вот у меня сразу вопрос быстрый как бы мы работаем в одной бригаде соответственно вместе болели ковид почему я получил намного раньше выплаты чем вы вадим борисович Григорий Вячеславович потому что я просто тяну резину вот по честному если бы я подгал бы вовремя наверное я получил бы вовремя ну не то что вовремя просто позже подали то есть буквально как подали сразу первая выплата была там дня через три наверное да 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 это была городская выплата хорошо а все остальные выплаты которые нам положены ну там называемые там губернаторские президентские получаем постоянно в полном объеме в принципе да да ничего не могу ни на что пожалуйста пока не могу все получал ну то есть все зависело только от того что когда подал тогда и получил у нас в Питере я так понимаю что да ну это у нас в Питере только получается и то не везде то есть в каких-то организациях просто боятся подавать даже в Питере я же не говорю про всю страну вероятно скорее всего Григорий Вячеславович скорее всего спасибо большое Вадим Вадим вы скажете возможно это происходит только у вас там в какой-то волшебной 52 поликлинике я также еще утром спросил как получал выплаты мой коллега который работал непосредственно в ковид-центре это в госпитале ветеранов здравствуйте товарищи я Дегтярев Денис Борисович советующий эндоскопическим отделением госпиталя для ветеранов воин Санкт-Петербург наш госпиталь был перепрофилирован для работы с ковидом соответственно мы работали с пациентами инфицированными этим новым коронавирусом подтверждаю что я получил все положенные выплаты в том числе ежемесячные выплаты как федеральные так и региональные по работе с больными с ковидом а также поскольку я перенес ковид перенес пневмонию я получил как федеральную выплату компенсационную за перенесенное заболевание так и выплату из фунда социального страхования для этого я подал два заявления одно заявление в комиссию госпиталя второе заявление в территориальную комиссию для получения выплат и для выплат из фонда социального страхования соответственно заявление в фонд социального страхования которое производится после того как комиссия внутренние госпиталя и комиссия территориальная рассмотрели и признали случай действительно профессионального заболевания так что это возможно товарищи надо подавать заявление более того я могу сказать что все мои коллеги относящиеся к медицинскому персоналу получили все положенные выплаты итак профсоюз действия проводит акцию всероссийскую которая показывает что бороться за свои права надо постоянно и ничего сложного нету для того чтобы подать заявление потому что компенсационные выплаты без заявления не выплачиваются пояснить ситуацию я попросил профессора по кафедре экономики и права попова михаил васильевича который возглавляет фонд рабочей академии который оказывает содействие в обучении трудящихся вот григорий вячеслав я хочу сказать что это не новая проблема проблема довольно старая еще в период когда у нас за налоги отвечал починок такой и потом он был министром труда и социального развития он отчитывался и рассказывал что вот мы благодаря тому что все блага у нас носят заявительный характер мы экономим 35 процентов средств это значит что 35 процентов средств которые нужно было выплатить трудящимся трудящиеся не получили почему потому что трудящиеся как раньше они ждали что раз нам должны то нам заплатят а оказывается если от вас не поступило заявление никто не заплатит и это как бы вот по новому закону вот поэтому надо извлечь урок из этого периода и понимать что если вот где-то объявляют что вам положено выплату то если вы не подадите заявление то никто вам ничего выплачивать не будет и никто не подскажет хотя всем это да и никто и не собирается то есть вот есть такой закон и существует такое правило юридическое тоже что незнание законов не освобождает ответственность за их выполнение и в данном случае если вы не знаете каких-то законов они есть то вот тогда так сказать вы не получите и вроде как никто и не виноват а те кто вроде бы должны были выплатить вам скажут так вы не просили раз вы не просили значит вам не надо а если вам не надо так зачем же мы вас будем беспокоить короче говоря что нужно сделать вот сейчас государство громогласно объявило что выявлены средства на то чтобы компенсировать дополнительные затраты труда и риск который был это риск для здоровья и мы знаем что риск очень серьезный что некоторые врачи умерли во время этой всей деятельности своей по спасению людей от ковид-19 поэтому вот сейчас вопрос стоит о том что вот одни товарищи которые написали заявление получили а другие товарищи которые не написали заявление о том что прошу полностью выплатить компенсацию которая государство выплачивает за работу в период ковид-19 если они не написали то они не получат поэтому я хочу вам сказать что дорогие товарищи напишите эти заявления передайте своему руководству и вы получите то что вам полагается собственно совет очень простой и работа очень простая написал заявление сиди и получай все разрешите уточнить то есть вот почему говорил это много лет назад и тогда никто никого не бил и 35 человек из 100 просто не доходили не писали никаких заявлений да просто не писали никаких заявлений все поэтому вот такова у нас сейчас некоторая наша демократическая действительность демократическая действительность состоит в том что есть такие люди которые всегда найдут как прибрать ваши деньги к рукам если вы сами не напишите даже заявление не оформите это получение должным образом то есть это вот как бы ваши не только права но и обязанность потому что надо чтобы этот порядок соблюдался и раз коль уж он есть и коль мы пока его не можем отменить или заменить сразу но нужно написать заявление и получать вот если бы было дело так что вы написали заявление все оформили попросили полностью выплатить за работу в условиях ковид-19 и вам не выплатили вот тогда можно требовать значит наказывать всех нарушителей администраторов там и так далее вплоть до уголовной ответственности но так сейчас не так стоит вопрос наоборот все те кто написали те получили но те кто не написали естественно не получили то есть вот это вот не естественно для нормального человека оно стало к сожалению у нас естественным и приходится вот об этом говорить потому что это надо учитывать поэтому вся акция профсоюзная которая сейчас проводится она сводится к тому чтобы товарищи которым положено написали заявление и забрали то что им положено но в принципе этим мы помогаем нашему руководству да вспомнить что нам положено и помочь осуществить то что нам гарантировано государство конечно конечно у них много дел они там многим заняты так сказать если это вас не волнует а их почему должно волновать они свои деньги забирают не беспокойтесь а я продолжу рассказывать небольшие нюансы о том как я получил эту компенсационную выплату и страховую выплату за перенесенную ковид пневмонию и так как я говорил выше соответственно я пришел в приемную главного врача и принес форму 027У но на этом естественно не закончилось потому что я понимал что надо оформлять кучу всяких документов чтобы получить такие значительные для меня деньги и чтобы облегчить работу именно администрации поликлиники я сам нашел того пациента от которого я заразился именно этой ковид пневмонией связался с ним оказался добрейшей души человек который поговорил со мной расспросил меня как что я рассказал о себе и выслал мне документы именно свою историю болезни где все было написано что он действительно перенес ковид пневмонию тем самым облегчив работу всем облегчите работу своей администрации найдите этих пациентов для того чтобы было легче работать а все остальные документы которые там положены уже оформляет отдел кадров без вашего присутствия так что в принципе для начала надо иметь форму 027У и соответственно быть на больничном по поводу данного заболевания мы активисты профсоюза работников здравоохранения знаем как бороться за свои права мы вам все расскажем но единственное за вас мы бороться не будем вам придется это делать самим ну и будьте здоровы а пока 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 Продолжение следует...